И мы наконец-то в лучшем месте для выходных, в яблочках печем. Сегодня у нас будет шикарный обед вот с таким видом. Прекрасная погода, на улице плюс 30, поэтому собираемся есть все, что нам попадется, и пить вкусные кваски и лимонады. И вот тут у нас уже Ростислав. Ожидаешь обеда? Ожидают. Все ожидают обеда, а мы ожидаем своего столика. Мы в ожидании нашей еды. У нас уже тут компотик из кизио, чин-чин. И мы ждем капусту, сыр с инжиром, котлетку, и потом еще будем есть десертики. Начинаем мы со стейка из капусты. Я его обожаю, я его ела уже здесь много-много раз. Это мой, не знаю, но может быть четвертый или пятый стейк из цветной капусты, с сырным соусом. И я надеюсь, что он такой же вкусный, как и раньше. Встал немножко в сухариках. Раньше он был без панировочных сухарей. Но все та же из пума. Обалденно. Одно из наших самых-самых любимых блюд здесь. Ждем еще пирожок. Нам уже принесли наш камамбер с инжирчиком. Будет у нас копченый инжирчик. Спасибо. И у Ростислава у нас котлетка. Неизвестно, где его пирожок. О, вот он и пирожок. Спасибо. А вот он и пирожочек. Ну, наконец-то у нас полный стол. Сейчас пирожочек сюда поближе поставлю. И сейчас я буду пробовать все, что здесь есть. Начнем мы вот с такого вот хлебушка гречишного. Они сами пекут хлеб, а он у них безумно вкусный. И мы его ждали к капустке, но нам его к капустке не принесли. Но благо это недоразумение исправлено. И вот он, наш хлебушек с маслом, с подкопченой солью. Идеальный. Хлеб здесь реально идеальный. Попробуем пирожочек с яйцом. Тоже очень-очень вкусный. Попробуем саму начинку. С яйцом и луком. Тут у меня капуста уже почти съеденная. И теперь у нас камамбер с инжиром. Он до сих пор пахнет горелкой. С горелкой, честно, не моя тема. Да, виноградик уже упал. Но, возможно, это вкусно. Как круто. Какой кайф. Просто. Ну, все, конечно, перебивает запах горелки. Но инжир. Вот это бомба. Бомбовая штука. Тут есть еще вот такие вот штукенции, которые нам тоже подпалили. Которые можно кушать с сыром. Очень вкусные. Край, что подпаленные. Они такие обалденные. Они с тыквенными или с какими-то семечками. И завершаем эту шикарную дегустацию. Так, а что тут за пюре у нас? Картофельное? Тут явно толченая картошка. Не пюре. И рубленая котлета. Домашняя. Пюре шикарное. Котлета Рячеславу понравится. Не моя тема. Она из копченостей. Что там такое? Соленое копченое мясо и паприка. Я ставлю пятерку с плюсом, как всегда, за стейк из капусты. Это просто супер, понятное дело. Пятерку с плюсом за хлеб. И инжир тоже прям пятерочка. За котлетку я ставлю четверку, просто потому что котлет не моя тема. Но вот посмотрим, что скажет Рячеслав. И будем ждать десертов. И звезда нашего праздника жизни. Медовик. Правда, на медовик, если честно, он вообще не похож. Это просто бисквит. Ну, пропитанный медом, но это не медовик, конечно. Два таких коржика. И мороженое, скорее всего, из Дряженки. Как к яблочному торту. Сейчас будем пробовать. И вот такой вот капучинка. Давайте смотреть, что там внутри. Ну, на фотографии он не такой, как ожидалось. Я думала, что он наоборот будет такой максимально медовый коржи. На вкус вкусно. Короче, это, скорее всего, просто бисквит испеченный, который потом пропитан медовой пропиткой. Мне кажется, каким-то медовым сиропом, потому что сами коржи медовыми не выглядят. Ну, и вот это мороженое из Дряженки. Я ставлю сегодня, конечно же, твердую пятерку. Яблоком печем, потому что, ну что, всегда пятерка. Ну, и наш счет 4200. Вот такая вот штука вкуснятина. Субтитры сделал DimaTorzok